Сегодня в программе «Простые вопросы». Пожалуй, самый известный российский политик белорусского происхождения. Первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Есть чему поучиться белорусам в российских вооруженных силах, но есть чему поучиться и россиянам у белорусов. Никакой войны не будет, никто нам не угрожает. Мы гарантированно обеспечены жить в мире и дружбе. Добро пожаловать на программу «Простые вопросы». Сегодня в Таракотовом зале посольства Белоруссии в Российской Федерации мы имеем честь беседовать с первым заместителем председателя Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации Францем Клинцевичем. Добрый вечер, Франц Адамович. Добрый вечер. Большое спасибо, что нашли возможность на эту встречу. Первый вопрос такой. Скажите, вы, наверное, самый известный белорус из тех, кто работает в российской власти? Не думаю. У нас белорусов, слава богу, очень много, которые работают. И действительно, Белоруссия достойно представлена в Российской Федерации в разных органах власти. И, может быть, я из некоторых белорусов более публичен с точки зрения занимаемой, так сказать, должности. Ну и позиции. Вы активно выступаете на всех телевизионных программах и в ток-шоу. Все-таки сложно скрыть небольшой белорусский акцент, который присутствует в вашей речи, и всегда это слышно. Вы знаете, я вам скажу больше. Мне, по крайней мере, жена, она все время говорит, что по мере того, как я дольше живу и работаю в Российской Федерации, акцент становится все больше и больше. Все-таки мы ближе и ближе становимся к корням своим, и тут ничего не сделаешь. Ну, а на своей родине в Ашмянах вы часто бываете? Раньше был чаще. Сейчас, конечно, по крайней мере, раз в год это стабильно. Я бываю на родине, а так в среднем 2-3 раза в год. Ну, а теперь позвольте вопрос об армии. Если позволите, я в первую очередь хотел бы поинтересоваться вашим мнением о белорусской армии. Есть ли у вас возможность отслеживать то, в каком она состоянии находится, боевой дух, боевая готовность и то состояние на сегодняшний день? Ну, во-первых, такая возможность есть. И как депутат парламента Союза России и Беларуси мне не раз приходилось бывать в разных частях воинских вооруженных сил Республики Беларусь. Во-вторых, ну, что греха таить. Мы все когда-то заканчивали одну школу. И многие из тем, кто сегодня является большими начальниками вооруженных силах Республики Беларусь, когда-то где-то со мной служили вместе, где-то воевали, прошу прощения, вместе. Поэтому у меня есть хорошее представление. Я многократно был с разными военачальниками на учениях. И вот, в частности, с командующим ВДВ Шамановым. И мы видели вооруженные силы Республики Беларусь в действии. И тогда, на встрече с журналистами, с общественностью, я тогда однозначно сказал, что сегодня из того, что мы видели, есть чему поучиться белорусам в российских вооруженных силах, но есть чему поучиться и россиянам у белорусов, особенно у десантников. При этом, когда мы говорим о вооруженных силах, то мы должны, прежде всего, понимать одну вещь. Вооруженные силы Беларуси, с точки зрения и размера государства, так они небольшие, но они боеспособные. И самое главное, они рассчитаны на то, чтобы обеспечить безопасность своего государства. И сегодня, чтобы вы понимали, с точки зрения науки, белорусские ученые очень много что сделали, чтобы повысить эффективность и авиационной, и бронетанковой техники где-то в 30-40 раз, по сравнению с тем, что когда-то было заложено. И эти ноу-хау сегодня достаточно эффективно используют и вооруженные силы Российской Федерации, проводя модернизацию, пусть и старой, но достаточно надежной техники, прежде чем перейдут на вооружение новой техникой. Это одна страна медали. Вторая страна медали. Я хотел бы очень, наверное, отметить важную вещь. Будучи депутатом парламента Союза России и Белоруссии, у нас основная масса бюджета нашего союзного государства была направлена на обеспечение безопасности границ союзного государства. И в этом тандеме это абсолютно надежный и профессиональный компонент, который помогает и обеспечивает безопасность нашего союзного государства. Белорусские вооруженные силы. Какие перспективы, скажем, у белорусских предприятий, которые могли бы участвовать в работе на оборонку России? Я говорю и о пошиве военной одежды, и о наших тягачах, и об оптике. Потому что в данных тендерах они рассматриваются все время, конечно, как импортные компании. К сожалению, такая составляющая есть. И тут есть еще один момент, и я его понимаю. Оборонно-промышленный комплекс России зачастую рассматривает импортозамещение, которое, так сказать, не сложилось, в том числе и с эмбарго, который наложила Украина. Все-таки 160 предприятий Украины перестали участвовать в этом процессе, которые раньше участвовали, которые, если быть честным, привели к срыву гособоронзаказа где-то на полгода, где-то даже на год. И в данном случае очень сильно подстраховала Республика Белоруссия и получила многие заказы. Но, понимая, что возникают такие проблемы, мы же тоже должны быть абсолютно откровенны и разумны. И те, кто управляет этим процессом, они сделали все, чтобы по оборонному вопросу все максимально было решено на территории Российской Федерации. Но все равно в ближайших 10-15 лет, что бы как бы там ни сложилось, сегодня Республика Беларусь самый надежный партнер в решении вот этих вопросов. Участие Белоруссии вот в этом процессе с каждым годом усиливается. Франц Адамович, как вы считаете, есть военная доктрина союзного государства, которая принята, если я не ошибаюсь, в 2001 году, сегодня, когда мы говорим в конце 2015-го, она требует, исходя из современных реалий, переосмысления какого-то? Или, в общем-то, когда речь идет о мирном союзном государстве, нет ключевых таких моментов? Вы знаете, в последнее время, с точки зрения военной организации, с точки зрения высшегосударственных институтов, Россия и Беларусь демонстрируют очень сильные дружеские отношения. Я это вижу по ратификации договоров и соглашений, которые в последнее время заключаются. И, отвечая на главный вопрос о военной доктрине, она, конечно, сегодня, на мой взгляд, как человека военного, должна немножко меняться. Когда мы говорим о возможной военной какой-то перспективе взаимоотношения по обеспечению безопасности союзного государства, то многие не очень недопонимают тот момент, что существуют некие станции наблюдения раннего предупреждения противоракетной обороны. Которые в Беларуси расположены. Которые расположены в Беларуси. Нахождение специалистов, которые координируют деятельность погранвойск, координируют деятельность авиационных группировок. И если там присутствует 10-12 офицеров в авиационном каком-то центре, то это, прежде всего, связано с вопросами взаимоотношений и взаимодействия, и согласованных действий. Ведь современное оружие – это не те подходы, которые были в свое время, когда 700 километров играли серьезную роль. Пока там кто-то пройдет 700 километров или даже прилетит, можно подготовиться к каким-то действиям. К сожалению, времена изменились. 700 километров с военной точки зрения сегодня – это просто плевое дело. Сегодня с любого аэродрома России поднялись крейсера авиационные с соответствующими ракетами. И уже через некоторое время уже изменить ситуацию будет невозможно, потому что крылатые ракеты уйдут, и перехватить их, я вам официально заявляю, тех, которые находятся на вооружении, никому не удастся. Невозможно. Потому что это новые, абсолютно с иным подходом технического содержания и ракеты. Конечно, в этих условиях, когда самолеты быстро летают, ракеты передвигают на гиперзвуке в три раза, где в семь раз, конечно, требуют очень серьезной координации. Так вот, координация взаимодействия в случае возникновения такой ситуации, когда определяется, она налажена. И понятно, что в таких условиях, когда возникнет такое состояние, в силу каких-то определенных обстоятельств, возможно, на какие-то аэродромы придется садить этим комбинирующим группам, какие-то самолеты, которые будут совместно с белорусскими авиационными полками участвовать в отражении какой-то военной опасности и проникновения какого-то противника. Знаете, когда говорят журналисты или политики и так далее, то они в каждом из моих слов ищут какую-то провокацию. Такая уж профессия. А когда говорят военные, они предусматривают, возможные варианты, по которым приходится действовать тем или иным командирам. Они обязаны эти варианты предусмотреть и прописать алгоритм действия. Так вот, в вопросах взаимодействия двух военных организаций России и Белоруссии, эти алгоритмы военными прописаны и в совместной военной доктрине союзного государства, и в вопросах взаимоотношения между двумя ведомствами в рамках собственных инструкций. При этом по всем этим позициям и с одной и с другой стороны принято соответствующее законодательство, ратифицированное парламентом соответствующее соглашение, их достаточно много. Это обычная техническая рутинная работа, которая позволяет эту работу каждому из государств вести, понимая, что там никто не предъявит и не скажет какие-то претензии, о каком основании люди с оружием одной и другой страны перемещаются, перевозят какие-то документы. Все эти действия военными, которые обеспечивают безопасность союзного государства, закреплены законом их государственного иммунитета. Вы ветеран Афганской войны. Сейчас вы являетесь свидетелем, и я, насколько могу следить посредством массовой информации, активно участвую в дискуссиях вокруг тех событий, которые происходят в Сирии. К сожалению, это, наверное, тема отдельной передачи, но всего лишь один вопрос. Я знаю, что вы работали в разведке прекрасно, пытались адаптироваться как раз в среду так называемых духов, говорите на их языке, наверняка понимаете, отчасти понимаете менталитет. Насколько разный склад боевого духа, характеров и склад военного понимания у тех людей, которые воюют за ИГИЛ сейчас? По сравнению с тем, что мы привыкли понимать, говоря об армии. Как в свое время талибы, потом аль-Каида, потом исламское государство, это продукт произвольный от спецслужб Соединенных Штатов Америки и других представляющих НАТО. И это уже, знаете, не просто там какое-то, прошу прощения, шизофреническое подтверждение, это просто знание, я знаю. И до сих пор они работают, и работали, и никого не упрекаю, такова сущность спецслужб. Они будут создавать все, чтобы обеспечить свою безопасность, в данном случае на дальних, как говорится, берегах. И когда Соединенные Штаты Америки и НАТО за счет практически предательства в руках, в кругах Саддама Хусейна, у его генералов, разгромили Ирак, то очень хорошо подготовленные офицеры иракских вооруженных сил подготовленные в наших российских, советских училищах, военных и академиях, оставшиеся вне удел, они стали основой боевой готовности исламского государства. И они нашли там выход каких-то своих профессиональных вещей, они получили деньги, они нашли какую-то идею. И я сегодня над этим процессом не иронизирую. И поверьте мне, что последнее вмешательство Российской Федерации с точки зрения развития исламского государства могло закончиться для Сирии очень плачевно, потому что сирийские вооруженные силы уже были практически деморализованы, они были лишены там и оружия, и боеприпасов и так далее. И дело не в осаде сегодня, по большому счету. Дело в том, что захватив Сирию, остановить исламское государство было бы практически невозможно. Это как раковая опухоль с взрывным характером распространилась бы практически по всему миру. Франц Атамович, я благодарю за время, которое вы нашли для нас на это интервью. Ну и искренне желаю, чтобы у нас было повод говорить только о военных действиях, нежели принимать никакой-то участие. Вы знаете, у нас, вы правильно сказали, у нас такой очень серьезный состоялся разговор. Я не хотел бы, чтобы сложилось у людей, которые нас будут видеть и слушать, что возникла какая-то опасность. Люди должны четко понимать, что никакой войны не будет, никто нам не угрожает. Россия объявлена информационная война, Россию пытается дискредитировать с точки зрения ее государственности, задавить экономически, но посметь тронуть нас и как-то там пытаться повлиять на нас с точки зрения военной составляющей, сегодня на эти не посмелится никто. Поэтому мы гарантированно обеспечены жить в мире и дружбе.